Творчество не имеет границ. Именно эти слова можно назвать девизом первого в истории областного центра фестиваля конкурса «Дети планеты». Более 300 участников в эти дни представят на ведущих площадках города над Богом интересные творческие наработки. Концепция, одна из концепций фестиваля, выявление детских талантов, способствование развитию креатива. Мы хотим, чтобы город Брест сталкивался креативной столицей Беларуси. Творчество, уверены организаторы фестиваля, это искусство. Но творчество – это еще и использование своих креативных идей, например, при конструировании костюмов. В рамках форума запланирован показ коллекции одежды, сделанных руками талантливых мастериц. Учащиеся педагоги Брестка средней школы номер один готовились к конкурсу «Практический год» и сегодня представляют свое видение белорусского василькового неба с использованием необычной техники «Мережка». Мы решили лентами сделать, она такая необычная, очень тяжелая. Девочки сами старались на протяжении 7 месяцев создавали эту коллекцию. Я думаю, что удачно у них все получилось. Шили мы их в течение 7 месяцев, с самого начала. Весной мы уже выступали. То есть каждый день мы оставались после уроков, шили, задерживались, намного задерживались. Вот, у нас ушло 290 метров ленточек. Торжественный старт творческому фестивалю-конкурсу был дан на площади Ленина. Здесь впервые прозвучал гимн, написанный специально для первого форума «Дети планеты». Красные дети живут на планете. Играют, рисуют все дети на свете. Несмотря на то, что фестиваль проходит в Бресте в первый раз, традиции для проведения последующих мероприятий уже заложены. Одна из них – проведение шествия юных представителей творческой братья. Колонна участников растянулась на несколько сотен метров. Яркие, интересные, творческие и креативные – это все о них, участниках мероприятия, которое, возможно, со временем станет одной из визитных карточек областного центра. Доброта – это когда? Доброта – это тогда, когда? Все друг другу, друзья, и так все могут. Как важно, чтобы звучала музыка, чтобы звучало живое слово и как отрадно, что в эти дни такие разные виды творчества представлены в Бресте глазами детей. Все они серьезно готовились, чтобы не только доставить удовольствие и публике, и членам жюри, но и насладиться вкусом искусства, рассказать с помощью нот или интонации о том, что значит высокое и возвышенное. Самое главное, мне кажется, не то, чтобы они заняли первое место, составили конкуренцию, а как раз наоборот. Вот сейчас на площади было открытие. Все дети вместе шли вот таким маршем, под флагом, с музыкой. Такие прекрасные выступали дети перед этим на открытии. Вот это самое главное. Дети начинают уважать себя, уважать друг друга, любить друг друга, ценить то, что они делают. Вот это самое главное.